Я приветствую всех на своем канале. Сразу развеем дым канифоли над паяльником. Это не подслушивающее устройство. Это радиостанция, снабженная микрофоном, которая уместилась в скорлупе обыкновенного грецкого ореха. Разместить батареечки во второй скорлупке не составит труда, тем более, что вот такие емкие батареечки продаются в магазинах на то же напряжение 1,5 В, именно от которых работает этот радиопередатчик с микрофоном. Да, это самая настоящая радиостанция, которую я собрал уже давненько, но мне захотелось промодулировать ее именно с помощью электретного микрофона, который содержит полевой транзистор. И собрана эта радиостанция так, что умещается легко в грецком орехе. Ну, это все слова, а давайте перейдем к схеме и, конечно же, к демонстрации. Ну, для начала схема. Схема данного радиопередатчика мною была уже оговорена и не раз. И здесь я остановлюсь лишь только о том, на том, о том, о чем. В общем, на том месте, куда я подключил микрофон. Я промодулировал передатчик не по питанию, не где-то там по смещениям, а поставил электретный микрофон именно вот таким вот образом, на вот этот вот защитный диод. Да, для такого транзистора требуется защитный диод, который в данной схеме выполняет весьма очень экзотические функции. Ну и плюс ко всему, к нему очень удобно припаивать микрофончики, да и прочие модуляторы, которые вы можете использовать. Вы насмотрелись уже на схему? Да. Ну а теперь давайте послушаем, что может этот агрегат. Конечно, можно было бы держать пальцами вот эту маленькую батареечку, но у меня в студии есть вот такая китайская батарейка о полутора вольтах, которая, конечно, не влезет в грецкий орех, хотя если постараться, наверное, можно ее туда упихать. Тем более, что сделать батареечку я могу и сам. Тем более, что этот передатчик требует всего лишь 10 мА для своего питания и для радиопередач. Соединим плюс с плюсом, а минус с минусом и, конечно же, включим радиоприемник. Вот уже есть некоторое завывание. А теперь кого бы нам подслушать? Давайте подслушаем сотовый телефон. Вот он звучит далеко от микрофона. Конечно, обычно такие передатчики демонстрируют путем постукивания по микрофону пальцами или еще чем-нибудь. Можно вот ножом поколотить. Ну давайте, раз уж все так делают, мы тоже так сделаем. Вообще, этот передатчик по такой схеме, он не стабилизированный. Он маломощный. Он вообще не годится как подслушивающее устройство. Но как модель передатчика с микрофоном, он очень даже хороший. Тем более, что сделан он из деталей, которые я вытащил из обыкновенной лампочки экономки. Это трансформатор, немножко мною доработанный. В нем, на самом деле, это был не трансформатор, а дроссель в лампе экономки и содержал всего лишь одну катушечку. Я доработку сделал, намотал еще одну катушечку, немножко проволоки, по-моему, 20 витков. Диод. Ну, самый популярный, который в лампочке экономки стоит повсюду. И транзистор. Это транзистор 13 серии. Он, конечно, таинственный и парадоксальный, но обыкновенный. И он здесь сгодился, работая от полутора вольт и передавая в эфир всякую лабуду. Типа того, что играет на сотовом телефоне. Ну а теперь давайте немножечко подвигаемся по диапазону, чтобы увидеть, в каких частотах эта штуковина передает в эфир весь этот мусор, который она слышит с помощью вот этого микрофона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, хватит этого шума и какофонии. Конечно же, сотовый телефон играет без радиоприемника куда чище и лучше. Но это была демонстрация. А теперь давайте посмотрим, как все это дело в деталях выглядит напрямую, а не просто вот так вот на картинке. Вытащим из грецкого ореха, ну не из этого, а из вот этого, все эти запчасти на свет божий. Мои подписчики, да и вы, скорее всего, уже давно все это дело видели. Вот смотрите, из чего все это дело состоит. А это дело есть не что иное, как жучок и подслужка, которые изготавливать запрещено. Поэтому я никогда не делаю подслушивающих устройств. Ему не хватает, конечно, конденсаторов, кварцевых стабилизаторов, да еще всякой мутотени. Ну и пусть не хватает. У него очень немощный транзистор, потому что если поставить мощный, за мной сразу приедут и арестуют меня. В нем можно было бы использовать другой, более крутой электретный микрофон, который выдает чистые звуки и не влияет на передающую несущую частоту именно вот такого трансформатора. Да и трансформатор использовать в качестве передающей магнитной антенны, это немножко глуповато, туповато, но зато интересно. Ведь можно было использовать обыкновенную ферритовую антенну от обыкновенного радиоприемника с большим конденсатором воздушным и все было бы это круто для загибания пальцев. Ну а пока что поставьте что-нибудь ради бога и прокомментируйте мою такую чудесную и обворожительную самоделку. А на этом все, пока, до следующих встреч.